Пятак! Пятак! Не вижу! Звенит январская вьюга, или в них лечут упруга? Я еще в том году на него в чайке смотрела, когда финал играли. Вообще в детстве летать хотела уметь. Красавец! Капитан же уже! Сколько лет металлурги играет, молодец! Здравствуйте, уважаемые ценители хоккея! Меня зовут Анна Пругова, и сегодня вместе со мной в студии будут умницы, красавицы, представители прекрасного вида спорта, хоккеистки. Это же, конечно же, Евгения Ларшина, нападающий сборной команды Свердловской области, и Кристина Банникова, нападающий Нижний Новгород, торпеда. Девочки, привет! Привет! Рада вас очень видеть в студии. Ну и, конечно же, наверное, первый вопрос, который взволновал весь наш этот новый сезон женской хоккейной лиги. Это о том, что поменялся формат, мы стали играть гораздо большее количество матчей. Как вам в целом впечатление? Идет ли это вам на пользу? Ну и в целом вообще поменялась немножко сетка. Все выходим в плей-офф, и как вы к этому готовитесь? Ну давайте. Ну вот для меня, наверное, как для молодого игрока это все-таки в плюс, потому что больше шансов сыграть, больше шансов выйти там, как-то помочь команде. Но я думаю, старшие по-другому на это отреагировали. То есть вроде бы раньше как-то играли, играли, играли там, да, вот этот весь сезон, чтобы выйти в плей-офф, и там уже бороться за место, а тут вдруг резко все выходят. Вот, но я считаю, что это плюс все-таки, так же, как, ну, для команды там, кто там на восьмом, на седьмом месте, они все-таки продолжат играть, вот, и вдруг, ну, попытаются все-таки в финал выйти. Все же может случиться. Ну, тем более в этом сезоне мы уже видели несколько сенсаций, да, и белые медведицы давали всем, и нам под затыльник хорошую плюху дали Агидели, поэтому... Так что мы все, есть хороший урок, есть символ о том, что все может особенно поменяться и в плей-офф, и согласна вы с тем мнением, что плей-офф – это совершенно другая игра, то есть можно делить, есть регулярный чемпионат, есть там свои задачи, и есть плей-офф, где все с нуля, и ты просто готовишься, там, закрываешься как-то от всех. Вот как вы к этому, вот, предчувствие какое у вас перед было? Да, да, мне кажется, да, это вообще абсолютно как будто другое измерение, другой мир, прямо все, прямо начинается все по-другому, и я думаю, больше просто каждый в себе начинает копаться и готовиться к этому морально, то есть и физически, морально в себе, и вот от этого уже командная игра складывается. Это здорово, и знаете, вот самое как раз это предвкушение, что дальше мы сейчас там с первого места начнем, есть, нет права раньше не было на ошибку, то есть два матча, заканчивается, а сейчас плей-офф уже идет до трех побед, и каждая команда может абсолютно зацепиться, и даже я знаю, мы, когда играли выездную серию с СКСО, так все уже привыкли, аппиатура, мы вкратце все называем СКСО, вот поэтому были очень трудные матчи. Мы помним, мы сыграли третий матч, там вообще 2-1 долго-долго мучили, поэтому сейчас даже так думаем, оцениваем, на кого же мы попадем, и вот даже не знаем, с кем случиться играть. А вот для вас есть какой-нибудь соперник, который максимально был бы неудобен в плей-офф, в первом раунде? Да, вы. Сагидели. Я думаю, тоже, да, Сагидели. Ну, будет интересней, посмотрим как раз, будем к этому готовиться. Помимо вот этих нововведений, что будет как раз уже больше количества матчей на выбывание в плей-офф, то есть раньше было до двух побед, сейчас до трех, также вносится новая номинация, это новичок женской хоккейной лиги. И в нем участвуют представительницы до 18 лет, девочки, которые, ну, наверное, не только разрывают там, да, бомбардирские гонки, ну и, конечно, за своими правильными действиями показывают. И для меня, как опытного игрока, вселяют надежду, что у нашего хоккея есть девчонки талантливые, которые все больше и больше и больше будут привлекать внимание к женскому хоккею. Вот, девчат, на ваше мнение, вот кто сейчас из своей команды или из другой команды вот так вот ярко выделяется? Вика Братукова из Бирюссы, да. Я там иногда Инстаграм пересматриваю, ее выкладывают, она там так всех просто под себя убирает. Да, там вообще всех, неважно, там человеку 30 лет или такого же возраста, она там любого обыграет, она вообще не смотрит, кто перед ней просто, и забивает решающе, там сравнивает счет, выводит вперед вообще просто. У нее там уже 40 очков почти. Не каждый вот, кому там уже там за 18 по 20, не каждый 40 набирает, а у нее уже 40. Ну, молодец. И особенно вот этого фладнокровия, я особенно как вратарь, играя против нее, думаю, блин, фантастика, молодец. Тут мы не так давно ездили как раз в Красноярск играть, и она мне там под девятку как дала, я думаю, вот это да, еще с нуля так подняла, вроде сблизилась, все правильно сделала. Молодец, правда, очень талантливая. Также я хотела бы отметить Софью Кривошееву в Бирюсе, но они прям вот такие две для меня яркие девчонки, которые выделяются. Женя, ну а скажи, вот ты вот кого можешь так на скидку тоже вспомнить? Может быть, в команде девчонки есть, которые вот прям, ну вот на твой счет подают надежды и готовы побороться за эту номинацию? Да, ну я соглашусь тоже, на самом деле, и с Кривошеевой, и с Бурдуковой, что очень интересно, во-первых, за ними наблюдать, и в целом их нынешняя тройка в этом сезоне вообще супер. Сейчас вот на Спартакеаде тоже смотрела много, очень интересно. Вот, ну и своей командой я бы сказала, что Юлия Гецман, которая еще не очень много успела сыграть в этом сезоне, но так на тренировках, когда я на нее смотрю, я прям очень сама надеюсь, что у нее все получится. Ну тем более у нее только, сколько ей сейчас лет, 15? Да, на 2008 года. Все только начинается, большой спортивный путь, и поэтому я думаю... Ну а в Нижнем Новгороде девчонки как раз тоже есть, да, девочка 2008 года, Юля Кучеренко. Вот, сейчас она чуть-чуть еще физики добавит, и я думаю, она прям наравне с Бурдуковой будет там соревноваться. Вот это здорово. Будет вот очень интересно на будущий сезон обязательно всем, как сказать, ценителям, наблюдателям за женским хоккеем. Приглядитесь за этими девочками, и будем от них искренне ждать прорыва, потому что, ну мне кажется, вообще здорово, что придумали эту номинацию. Это действительно для молодых игроков новый стимул, достичь новых вершин и навсегда запомнится в истории женского хоккейного мира. Девчонки, ну вот мы немножко поговорили с вами о хоккее, но, знаете, вы здесь не просто так, потому что я постаралась отследить, я знаю, что вообще женский хоккей, да, это всегда у нас, мы боремся всегда со стереотипами о том, что, ну все же, это мужской вид спорта, у нас так все, вот это не женское это дело, но вот мы же показываем, что это по-другому, что это другой вид спорта, что мы такие же красивые, аккуратные, хрупкие, умеем ухаживать за собой. И девчонки посмотрела ваши как раз аккаунты и только в этом убедилась. Вот как раз сейчас, Кристина, мы с тобой не так давно за кулисами обсуждали тот факт, что очень любит фотографироваться, ты часто участвуешь в различных фотосессиях и примеряешь на себя разные как раз образы. Вот расскажи, как ты находишь вдохновение на это, прийти на фотосессию, сфотографироваться? Мне прям вот просто очень нравится, вот прям кайфую от этого процесса, от того, как там собрать образ, посмотреть какие-то картинки, там иногда в Инстаграме блогеров тоже листаю, вижу какую-нибудь съемку, там образ, вот начинаю искать там всякие картинки. А ты сама, да, собираешь образы? Да. Вот, начинаю смотреть всякие картинки, там платье, смотреть туфельки сразу. У меня же сестра фотографа, вот сразу пишу ей, я говорю так и так, я говорю хочу, не могу, я говорю надо сделать. Вот с коньками у меня тоже в фотосессии была, я в платье, я говорю хочу, не могу, я говорю вот именно такое, она говорит, хорошо, сделаем, все. А потом еще нравится пересматривать это все, то есть я сижу, прям смотрю, прям вот кайфую вот от этого. Так это вообще замечательно, вот это как раз грань, особенно, ну сейчас очень популярные, там короткие видеоролики о том, что вот ты такая вся женская, женственная, хрупкая, и раз, одеваешь форму, тебя уже не узнать. Но я знаю, помимо того, что сейчас очень новое тоже, одно из нововведений в женской хоккейной лиге, это появление перед матчем, домашним матчем, красиво одеться, возможно себя как бы проявить и показать, наверное, вот именно вот эту нашу красоту, женственность. И знаю, посмотрела, что твоя, получается, твое увлечение, хобби, Женя называется как аутентичный стилист, верно? Верно запомнила. Вот ты специально подбираешь образы перед выходом на игру, вас фотографируют же перед матчами? Ну на самом деле у нас на домашних матчах сложно попасть под фотографа, вот так вот складывается, поэтому я, ну так плюс-минус иногда что-то подбираю, иногда нет, вот, может быть, каким-то приметам следую, вот, ну как-то так, да. А как ты решила вообще выучиться? Я просто почитала, что ты в художественной школе занималась, да, что у тебя вот как раз такое вот творческое направление, да, и вроде, ну, очень тонко ограничится спорт, он такой жесткий весь так, ну, как все говорят у нас, любят, что жесткий спорт, крепкий для определенных, там, мужественных девчат, а здесь очень много у тебя креатива, то есть ты много делаешь как раз вот по стилистике, подбираешь одежду. А что вот именно заключается в слове аутентичность? Ну, это именно про природу человека, то есть не просто про моду, стиль и то, что в трендах сейчас, а именно смотрится на человека, на его внешность и индивидуально подбирается. Вот я этим начала заниматься относительно недавно, так сказать, год, вот, я просто наткнулась в тиктоке на одну женщину, которая продвигает как бы это направление, мне очень понравилось, потому что все-таки именно стиль в моду, как таковую к одежде меня особо никогда не тянуло, то есть там прям много шмоток у меня в гардеробе, у меня вот такого не было никогда. А именно то, что я ходила еще в художественную школу, и мне именно нравится художественный взгляд вот такой вот, мне очень это привлекло, поэтому я добилась такой цели, что я у нее теперь учусь, она моя наставница. Вот это замечательно. То есть это раскрывает, получается, тебя как личность еще дополнительно, то есть одежда не только отображает там современные тенденции, но и твое внутреннее я, да, полностью? Да, так же, да. Но ты над своей сестре тренируешься, как раз отрабатывала все навыки? Да я колдует там над ней. Или не позволяет она? Да, она пока тяжело принимает, как и я вначале тоже. Думала, что мне это особо так вот не идет, это что-то не то. Мне всегда нравилось все такое яркое, пайетки, блестки. Вот, но как будто я надевала и казалось, что это вот отдельно от меня, это немножко не про меня. И сейчас я наоборот не могу иначе, то есть то, как я уже научилась. И сестра моя, она тоже уже не может по-другому, она ко мне всегда обращается, она борется с собой там взять, пойти что-то купить самой, а потом такая, нет, это же не будет как-то вписываться. Вот, но помимо нее тоже так же в команде я девочкам подбираю, особенно вот Маше Лобурь тоже, она всегда, она была вообще первой моей как бы клиенткой, вот, и она прям очень внимает всем советам, ей очень нравится, и я супер, она меня мотивирует, еще и вдохновляет. Ну, это вообще замечательно, когда вот так вот в команде можно себя раскрыть, показать. Кристина, ну а с тобой, девчонки, кто это ходит, вот на фотосессии, я думаю, тоже заряжается, потому что очень часто происходят всякие у вас как раз такие тенденции, плюс пресс-служба очень хорошо, здорово работает в торпедо. Приходят девчонки? Да, у нас часто устраивают такой всякий там на календаре, там свое что-то торпедовское, там с КХЛ где-то пофоткаться, там сходить с детьми и пофоткаться, то есть они вот часто вот такое все устраивают, это и это прям классно, это круто, нам очень нравится это. Особенно вот прям кто любит это все там пофотографироваться, посмотреть, вот на журнал девочек, кстати, фоткали, тоже с тренером, очень классно вышло. Там их накрасили, прям платье, все шикарно, там красную дорожку, просто фотки получились огонь. А как вы относитесь к макияжу? Вот, например, Кристин, ты перед матчем красишься или больше придерживаешься такого естественного своего образа? Это я, наверное, больше придерживаюсь естественного образа. Но могу там где-то бровки, там вот гелем уложить, то есть вот это все, там губки помады накрасить, гигиенической, там блестками, что-то такое. Вот, так натуральненько, чтобы не выделялось, вот, для себя, чтобы комфортно было. Жень, ну а ты красишься перед матчами? Ну, перед матчами чаще в последнее время такой, как, незаметный макияж. Но бывало, когда я и на тренировках как бабахну себе, зеленые какие-нибудь блестками. Потом как-то в том сезоне я сделала себе перед игрой с белыми медведями, голубой макияж. Не знаю, захотелось. Мне сестра палетку подарила цветную. Я сделала и забила дубль. И мы выиграли. И мне сказали, ну давай, все, на следующий день так же накрась. Накрасилась. Лучше бы не красилась, в общем. Все наоборот, вообще неудачно все вышло. А так я, да, больше люблю творчески как-то все так, прям как нарисовать что-то такое цветное. Но я редко это делаю, чисто порыв души какой-то. Девчонки, ну у меня есть потрясающие возможности, есть потрясающие предложения. Они хотели бы попробовать сейчас себя. Кристина, ты будешь как в качестве модели, ну а Женя будет как визажист, как художник будет творить. Как вы на это смотрите? Попробуем, может быть, накраситься. И как раз заодно поговорим и пообсуждаем дальше хоккей, ну и всякие женские штучки. Смотрите, тут есть такой вот наборчик. Немного, но как раз, что нужно, такой легкий, ежедневный, лайтовый как раз макияж. Я девочек последний раз красила в команде, когда играла за сборную Москвы еще. И вот у нас такая модная команда была. Мы перед награждением всегда в разевалке собирались, что-то красили все вместе, вот прям такое, могла кого-нибудь накрасить, но ладно. Да все получится, тут же главное. Главное, Кристина не против, потом мы оценим, сделаем там, оценки поставим, будем как это, жюри. Ну и, конечно же, и дорогие зрители в комментариях тоже оценят макияж, поэтому, если что, в случае понравится макияж, будут обращаться не только за макияжем, и за девчонками в социальных сетях обязательно будут наблюдать, потому что, возможно, обратятся за стилистикой. Вот это очень интересное направление, и вообще плюс сейчас то, что возможность самовыразиться, девчонкам помогает женская хоккейная лига, фотографирование, плюс вот эта возможность перед матчем снять шлем, показать себя перед фотографами, перед болельщиками, все равно показывает всю нашу красоту и показывает обратную сторону, когда мы шлем надели, и все, мы уже другие, мы абсолютно следующие. Так, девчонки, не отвлекаю? Ну, я на самом деле разобрала типаж Кристины специально перед съемкой, поэтому я, ну, так плюс-минус выбирала такой макияж под ее типаж, вот поэтому, ну, то, что вот мне дали, то я буду использовать. Да? Замечательно, замечательно. Так что я сделаю такой больше блестящий. О, хорошо. А вдруг вот Кристине понравится, как раз будет на постоянной основе, так раз, легко подвела, так-так. Так, девчонки много кто в команде вот так вот красятся на игру? Или практически единицы, кто этим занимается? У нас вот девочки в Агидели любят, как бы не все, но мне нравится, что готовят себя перед матчем. Матч это определенное событие, все, ну, прям создают чувство праздника, наряжаются, это прям вот другую, контраст задает. Ты выходишь, приходишь в раздевалку, все красивые, кто-то на каблуках, кто-то в брючках, кто-то там в пальто, в шубе приходит. Ну, приятно посмотреть, и потом, когда особенно болельщики ждут по завершению матча, выходят такие, блин, девчонки, вас прям не узнать. У вас так же происходит, девочки? Да, я сижу прямо напротив входа в раздевалке, и всегда почти первую прихожу, и потом это смотрю, как все заходят, там кто-то туда в туфельках, там Нина Пирогова приходит, в туфельках, там в костюмчике с юбочкой, смотрит, ну, как красиво, и так начинаю всех в это разбирать по кругу. Есть, кстати, одно видео, это в зарубежной лиге, студенческой у девочек, они прям снимают каждый приход, кто как пришел на каждый матч, и потом постепенно, постепенно, потом делают такое ускорение, и показывают по течению сезона, кто как одевался, как наряжался, мне кажется, это очень интересное, и для пресс-службы, как раз дополнительное задание, отследить нескольких игроков. Я обычно не пользуюсь жидкими вот такими тенями, да, я обычно только тени у меня всегда сухие, вот. Я вот честно тенями вообще не умею пользоваться, как и в принципе косметика, я с ней на ты, это вот мне что дали в руки, так-так натиркал, и вроде бы неплохо. Ну, ты своей командой, я могу сказать, что вот у нас Вика Буторина всегда придет в костюмчике, такая красотка, но я просто так вот, тоже мы всегда на домашние матчи по-разному приезжаем, по времени, у нас девочки из Екатеринбурга едут, а... Кто-то рядом живет, да? Да, кто-то вот в Верхней Пышме, и поэтому я вот заранее обычно прихожу, а девочек на автобусе привозят, поэтому я не всех вижу, но так вот, в целом, да, тоже накрасить там любят. Ну да, очень не хватает, конечно же, замечания при службе с КСО, обязательно девочек фотографируйте, потому что чем больше ярких крадов, тем больше привлечения внимания, это очень хочется, потому что, знаю, девчонок с Нижнего Новгорода регулярно фотографируют, вот, но... А как тренерский штаб к этому относится? Кристина, вас... Положительно. Положительно? Да. Одобряют? Правильно. Правильно. Главное, чтобы нравилось. Главное, чтобы мы выигрывали. Тогда им все будет нравиться. Ну, это эмоциональное состояние, я считаю, оно поднимает настрой. Вот, скажи, Жень, а вот такой вот достаточно уже профессиональный вопрос, ну, команда из КСО, да, из года в год где-то лучше, где-то хуже выступает, вот как вы дополнительно ищите в себе вот мотивацию, вот каждый день, все равно, чтобы выйти, какие вот слова говорит тренер, чтобы... Ну, бывает иногда, что вот ты выходишь и тяжело собраться, вот, ну, не знаешь, уже устал от того, что ты там где-то не можешь выиграть, где-то что-то не получается, где-то, может быть, соперник превосходит. Какой вот внутренний стержень появляется в эти минуты? Да вот он как-то не появляется, он просто всегда есть. Я не знаю, я об этом не задумывалась как-то, что меня так вот мотивирует. Просто в целом играть в хоккей уже как-то такая большая мотивация. Просто мне кажется, женский хоккейн все равно такой, больше за идею. Вот, и поэтому все такие идейные дети, нам это просто нравится. Вот, но все равно хочется каждый раз изменить этот результат, все равно, несмотря на счет выходить и пытаться, пытаться, пытаться сделать лучше. Вот, ну, тренер тоже в целом всегда так и говорит, что надо бороться все равно, все равно надо бороться. Есть такая поговорка, да? она немножко суровая, но иногда отображают верблюда два горба, потому что жизнь борьба. И тут, ну, постоянно бороться, все равно, ты же себя пересиливаешь, заставляешь, потому что одно дело, когда у вас подъем эмоциональный, команда выиграла, есть чувство такого удовлетворения. То есть, иногда бывает, что очень тяжело. Но много девчонок приходит вот в команду, достаточно много, вот уже обновляется у вас состав из сезона в сезон. В этом сезоне много девчонок пришло? Я пришла, во-первых, поэтому пришла еще Маша Горячева, Лера Самойлова. В этом сезоне много пришло замотивированных таких игроков, которые вот хотят, хотят прям действительно доказать, показать себя в лиге. Вот, поэтому молодых также много, вот, включая Юлию Гецман, тоже, много игроков приходит в целом в СКСО, потому что такой подход в команде дают раскрыться, дают индивидуально как-то себя показать, то есть, не зажимают ни в чем, никак, и поэтому можно себя проявить, и очень много сюда приходит игроков именно как на, не знаю, возобновление такое, как моральное. Ну, задел в будущее сделать, да? Да. Но вот, допустим, у Кристины, мне кажется, немного другая ситуация, она больше уже такую стабильную команду, которая всегда идет в лидерах чемпионата, прийти и буквально завоевывать свое место в составе. Вот, Кристина, ты себя как мотивируешь, чтобы с каждым днем там становиться лучше, равняться на более там опытных напарниц по команде? Что для тебя стимул? Я сама, наверное, вот сама себе, то, что я, я всегда себе говорю, если ты не сделаешь, ну, за тебя это никто не сделает. Я говорю, ну, вот, сейчас ты это сделаешь, через 10 лет тебе это поможет. Я говорю, сейчас ты в этой команде, сейчас ты стараешься, стараешься, там, даже если тебя там не выпускают, я говорю, через два года ты можешь в абсолютно другой коллектив попасть и будешь там в первом звене играть. Я говорю, главное для себя вот это нарабатывать, даже не на играх, даже на тех же самых тренерах, работай, 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 И тебе говорят, через три года заиграешь Через четыре, если тебе это нравится, ты заиграешь То есть в любой другой команде Ты просто возьмешь, там перейдешь все, договоришься Пробуй себя в чем-то там другом абсолютно Кстати, вообще очень отличные у тебя слова В этом плане иногда результат Вот без работы Ой, работа без результата А потом как этот результат появляется Вот, девчонки, чем я, знаете, как раз Вот мы с вами общаемся и понимаем, что За хрупкой внешней оболочкой Какой сильный за вами каждый внутренний стержень Что вы вот, несмотря ни на что, готовы дальше И рано или поздно все равно придет большой-большой результат И пока вот сейчас у нас так же, как и макияж Постепенно все начинается с чистого листа, да С первого прикосновения Все начинается с двух каких-то коричневых пятен Уже будут начинаться потихонечку макияж Преображаться взгляд, глаза И все ярче и ярче будет становиться Не только, так сказать, внешность Но и внутренняя составляющая Девчонки, но мы сейчас вот с вами немного поболтали О красоте, конечно же, о хоккее О нашем нынешнем сезоне Готовы ли вы сейчас ответить на блиц-вопросы Вот как раз не задумываясь Пока Женя красит Пока молчаливо и очень в ожидании С трепетом Кристина сидит и смотрит Я буду задавать вам блиц-вопросы поочередно То есть у каждой будет есть время немножко подумать Но при этом быстро, гармонично Мы отвечаем Готовы будете? Параллельно, не отвлекаясь Это такое дополнительное задание Да, мне же и так легко тут с этим справляться Буквально в полевых условиях Тяжело учение, легко в бою Поэтому потом ты и в корточках И перед кроссом сможешь легко любого девчонку накрасить И не будет никаких проблем Итак, девочки Начнем к нашему блиц-опросу перейдем И первый у меня вопрос Наверное, будет актуально для нашей сегодняшней с вами тематики передачи Если не хоккей, то что? Кристина, к тебе вопрос Моделинг Хорошо Круто Женя, если не хоккей, то что? Музыка Да, музыка, наверное Музыка А какой бы инструмент? Да не инструмент, наверное, на сцену А, на сцену Бокал, да? Да Ух ты, здорово А так поешь? Ну, вот дома, допустим Да, постоянно соленый поем Вау, здорово А может, что-нибудь напоешь? Ну, а что, спеть? Ну, любая любимая песня? Надо что-нибудь вспомнить Может, у тебя любимая песня какая-то есть? Если что-то Я в основном слушаю музыку без слов У меня клубные Потому что я всегда надо настраиваться Я в основном клубные такие слушать в машине везде В наушниках постоянно Не, ну было бы интересно мне послушать очень Вот я бы с удовольствием Потому что люблю, когда люди талантливые, талантлив по всем Надо хочется, чтобы вот прям услышать этот талант Я думаю, и зрители наши тоже с удовольствием бы сейчас послушали Ну, хотя бы пару строк Ну, давайте, на скидку, девчонки Ну, какая-нибудь песня какая пойдет Ну, давай, звенит в ушах лихая музыка атаки Ну, я не хочу это Ну, вот, еще выбирать приходится Звенит январская вьюга Или в них лещут упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Браво, браво Я немножко на стрессе, ну, ладно Да нет, ничего, потрясающе Я вот так попробую мне распеться Я только кричать могу Питак! Питак! Не вижу! Ну, хорошо, когда вратарь, когда подкрикивает, очень-очень хорошо Ну, да, кстати, вот это у меня тоже мои защитники, нападающие, девчонки Спасибо, спасибо! Мы еще с друг другом переобмениваемся вопросами А вот так вот вы, когда в игре находитесь, обсуждаете? Ну, в игровом манере с вратарями там что-то там подкрикивают, да? Друг другу благодарность, молодец, здорово, классно Я всегда что-то говорю Ну, это хорошо, это хорошо Главное, диалог во время игры, потому что это, во-первых, поддерживает Во-вторых, чувствуешь себя, чувство вот этого партнерства И единства, и плюс еще как раз темп игры всегда поднимает Мы немножко отвлеклись от Блица, но он дальше продолжается Самый смешной случай в хоккее Есть ли у тебя такой? Я сейчас вспомнила ситуацию с детства Мы как-то, я помню, забили, еще тренер Наталья Николаевна Пахомова была И я что-то еду, еду, так 7-5 не даю И меня как-то так развернуло Я в итоге, наверное, секунд 10 так самолетиком вот так и упала Аж голову скружила от заброшенной шайбы Да, я маленькую была, как-то упала Смешно Банально, если про чехлы вспоминать Когда выходишь на лед в чехла А кто не упал в чехлах на льду, то, считай, не посвятился в хоккеисты Мне кажется, это каждый забывал, да? Это было во втором сезоне в Бирюсе, когда мы на тренировку шли Я что-то разговаривала там с сервисмэном, что-то так... И как шла, так и упала туда прям Ну и все А пыталась встать? Сначала не поняла, попыталась встать, опять упала? Да нет, да Нет, сразу сориентировалась Просто ссыдно сразу было Отлично, так, девчата, следующий у меня вопрос для вас И первый будет отвечать на этот вопрос Кристина С кем из знаменитостей хотела бы познакомиться? Я бы с Сергеем Лагерем Ну точно думаю по вокалу узнать, да? Спросить Ой, я была у него на концерте недавно, на этом, в ноябре Просто потрясающий какой-то артист Я еще бы денег ему отдала, на все концерты бы пошла Не знаю, такое выступление прям Поэтому с ним бы, наверное, поговорила Я тут недавно видела видео, где на его концерте бабуля танцевала Она там так отжигала, все вокруг с телефонами А она прям кайфует от происходящего Да, не спросила, это я была Это прям было потрясающе Так заряжал позитивом это видео Кристина, ну а у тебя? Ну я бы, наверное, с инстасамкой С инстасамкой? Да, мне было бы интересно узнать, она такая же в жизни, вот как создает себе образ Мне бы интересно было бы с ней пообщаться То есть прям узнать, такая же она или это ее образ? Интересно, да, потому что тем более такая очень яркая личность Особенно на нашей эстраде А вот если взять хоккеистов, например, спортсменов Ну... Атанасов Атанасов Да? В том, Кристина, у тебя вообще нет никаких проблем после... Ваше часто взаимодействие идет между клубами? Некогда Некогда Либо у них игры, либо у вас игры Мне кажется, всем Ну я бы не знала, я бы узнала, как он так всех обводит Я говорю, что вот, что ему помогает, что он вот, как? Я не понимаю, как он это делает Я иногда вот смотрю, какие-то там передачи через ноги он делает Я думаю, как ты это делаешь? Я думаю, как? И вообще не видя вообще поле, просто отдает туда Вот как будто прям чувствует, вот хоккей-то его Прям просто отдает и все Я думаю, мамочки Я еще в том году на него в чайке смотрела, когда финал играли Вот он еще с того сезона прям вот смотрю на него, думаю, ничего так Хорошо играет Думаю, заиграет Заиграл Замечательно У тебя такая интуиция, да? Переходим к следующему вопросу И у меня вопрос для Жени Женя, какую суперспособность хотела бы ты иметь? Вообще в детстве летать хотела бы иметь Вот так вот Наверное, и сейчас бы тоже Кристина, у тебя какую бы ты суперспособность хотела? Я бы, наверное, хотела есть и не толстеть Мне кажется, каждой девочке хотелось бы есть и не толстеть Ну, слушайте, нам спортсменкам это не так уж грозит Или все равно приходится следить за собой за диетой, за питанием Приходится, да? Приходится А то что-то не то скушаешь, а и уже сил на игре не будет и так далее Так что много есть-то можно по-разному Ну, это верно, верно Главное соблюдать жиры, белки и углеводы Все в равных пропорциях, поэтому, да Профессиональный спорт, он свидетельствует о том, что нужно правильное питание Нельзя же говорят, какое питание, такое и катание Вот так Так, ну что, девчонки, знаете, у меня еще какой один вопрос хотелось бы спросить Вот мы, допустим, создаем рейтинг игроков Там по успешности, результативности Но у нас сегодня такой достаточно бьюти-выпуск А вот хотели бы вы или могли бы вы сделать рейтинг игроков континентальной хоккейной лиги По внешним показателям У меня есть фаворит О, вот это интересно Ну-ка, Женя, расскажи, кто для тебя самый привлекательный хоккеист Континентальной хоккейной лиги Ну не могу сказать, что прям самопривлекательный Но я не знаю, что ты так заделась этой мыслью, что Фирс-то такой симпатичный В общем, торпеда сейчас прямо у нас тут рвет Рейтинг, да, по интересам пообщаться По, так сказать, внешним Кристина, есть такой? Нет Нет? Нет, я думала, вот сейчас сидела, думала, нет Все они какие-то странновые Ну нет, они все такие вроде красивенькие Но на внешность не обращаю внимания на их Но главная игра, конечно, мы всегда следим за игрой Да, на игру смотрим Может, друзья есть У меня есть друзья Никита, Нестерав, привет Самый класс Ладно, брат мой еще самый красивый Так и будет Вот, правильно Ну, а почему? Ну, Кристина, вот мне все-таки прям Может, все-таки, ну, как-нибудь Не только по игровым чертам Ну, вот кто-нибудь Я вот просто иногда, знаешь, так бывает Вот не так давно мне тут прислали Вопрос Анна, скажите, вот, на ваш взгляд Два самых красивых хоккеиста А мы находились в Магнитогорске И тут у меня просто стоит баннер Я такая смотрю на них Так, этого я вообще ни разу не видела Этого не знаю, не знаю, не знаю Такая вот кого знаю Егор Яковлев Хорошо, а потом оказывается, что это на большом Портале хоккейном В портале хоккейном Выставляется большая, как бы, статья о том Что, там, Анна Бругова сделала рейтинг Красивых хоккеистов Я думаю, ё-моё, ну-ка Вот так вот была забавная история А я просто первый раз его, как бы, увидела Егора Думаю, ну вот капитан Красавец, капитан же уже Сколько лет Металлургия играет Молодец Так, ну как у нас там с макияжем? Мы будем потихонечку оценивать результаты? Да, только у меня вот растушевать не получается эти вот Можно какую-то, не знаю, дополнительную кисточку? Ну так скажу, Кристина, очень красиво выходит Прям такой лёгкий-лёгкий, ненавязчивый смоки Который вытягивает Ну вот смоки у неё тут Ну он же, естественно, коричневый такой Тем более очень подходит под цвет волос Под образ Сразу видно, что Женя стилист И она вот как раз, не зря она сказала, что она разобрала твою внешность То есть, а получается, ты даже по цветам разбираешь? То есть, какой цвет ей больше подходит, Кристине, например, да? Ну, цветотипы, как бы, есть такие, да? Но я по цветотипам особо не работаю Я скорее могу, как бы, контрастность внешности плюс-минус Вот, понимаю Вот, ну просто у каждого типажа в целом есть своя палитра общая Вот, поэтому как-то так Ну, можно, наверное, и всё Наверное Ну, мне очень нравится Надо посмотреть обязательно в камеру Чтобы дорогие наши зрители оценили образ Кристины Который сделала ей стилист, хоккеист Не просто так Евгения Варшина Кристина, хочешь сама на себя посмотреть? Интересно? Красиво Очень, да? Здорово? Красиво, да Мне тоже очень сильно понравилось Мне кажется, вот на такой прекрасной, замечательной бьюти-ноте Вообще, мы хотим пожелать всем зрителям хоккея Женского хоккея, ценителям женского хоккея Почаще смотрите, подписывайтесь на наш YouTube-канал Женской хоккейной лиги Следите за нами, за всеми хоккеистами в соцсетях Ну, не забывайте ставить свои комментарии, лайки Будем очень рады вас видеть в новом выпуске До следующего эфира в классном шоу Всем пока! Пока, куда махать? Вон туда А вон туда машем Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok